КОНЕЦ 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 Слыхать? Слыхать? Что? Не пойму. КОНЕЦ 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 Наш. КОНЕЦ 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 Мы учиться надо. Из первой же машины отправьте его в тыл, товарищ гвардий капитан. Все. Есть. Благодарствуйте. А может, еще хочешь? Нет, я сыт. А то мы тебе еще один котелок можем наложить. Для нас это ничего не составляет. Пре много, Вань, благодарен. А может, хочешь нашего русского компотика или американских сливочек? У меня уже не лезет. Ну, Ваня, скажи, как тебе показался наш харч? Хороший харч. Верно, хороший. Ты, бур, такого харча ни у кого в дивизии не найдешь. Это знаменитый харч. Ты, бур, главнат, за нас держись. За разведчиков. Ты с нами нигде не пропадешь. Будешь за нас держаться? Буду. Правильно. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым долгом, конечно, зачистим тебя на все виды довольствия. Как это делается? Да это, бродица, очень просто делается. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенант Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Янакиеву. А капитан Янакиев велит дать приказ о твоем зачислении. И с того, значит, числа пойдут на тебя все виды довольствия. Вещевое, денежное, приварок. Понятно тебе? Понятно, дяденька. Погоди, погоди, погоди. Ты откуда собрался? Посуду мыть. Зачем? Как зачем? Нам всегда мамка после обеда приказывала посуду мыть. Правильно. Только погоди, посуду мыть. Мы сейчас чай пить будем. Пойдем. Чай пить уважаешь? Уважаю. То-то. Садись, пастушок. Садись. У нас у разведчиков так положено. Как покушаем, так сейчас же чай пить. И, конечно, в накладку. Мы с этим не считаемся. Пей, пей. Нравится? Вася. Ребенок, вини. 9,40. Гвардейские заговорили. Наши пикируют. Хорошо бьют. Да. Вините почту. Кому? Витальки там левая, а? Да не вам, не вам. К Кузьминскому. Опять Кузьминскому. Жена, пишет. Везет же Кузьминскому. Не говорит. Царица в поле пошла в атаку. Сейчас бог войны ей будет подпевать. А наши батареи не слыхать. Да, молчит. Небось, наш капитан выжидает. Ну, это как водится, а потом как ахнет. Гарбунов. Я. Собирайся. Сейчас пехотной цепи Кузьминского убил. Заступишь на его место. Кузьминского? Нашу Кузьминскому? Да. Очередью из автомата. 11 путь. Ты еще здесь? Здесь. Придется тебе отправить. Биденко? Я. Собирайся. Командир батареи приказал мальчишку в тыл отправить. Нечего ему у нас здесь болтаться. Не положено. На тебе. Капитан Янакиев распорядился. Жалко. Такой шустрый. Парнышка. Жалко, не жалко, а не положено. Собирайся, Биденко. Есть. Ну, стало быть, так и так. Не горюй, пастушок. Раз капитан Янакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, на машине прокачиваться. Верно? Ну, прощай. Дяденька. Дяденька. Слушайте, дяденька, не везите меня, не надо. Приказано, Ваня. Дяденька, не отправляйте меня. Пусть лучше я здесь буду жить. Не положено, не положено, Ваня. Я буду вам в котелке чистить, воду носить. Ну, что ж ты, Биденко. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого делим? Дяденька, не отправляйте. Ну, с Богом. А я не поеду. Небось, поедешь. Видишь, ты какой злющий стал. Не поеду. Вот посажу ты в машину, в эту поеду. Но я все равно убегу. Ну, а это, брат, вряд ли. От меня еще никто не убегал. Ну, я убегу. Ну, поехали. Не трожьте меня. Я с вами пойду. Видишь, ты какой. Поехали. 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 Эй, что ты, Раис, ветер потеряли? Ваня! Ваня! Ну, погоди, еще! Ваня! Пасушок! Ванюша! Ну, погоди, чертенок, я тебе покажу. Ты, дружок, погоди, меня тут малость, а? Долго ждать не может. Я, дружок, погоди, чертенок, я его мигом поймаю. Еще не родился на свете тот человек, который бы ушел от еврея Требеденко. Ваня! Ванюша! Ванюша! Не родился еще на свете такой человек, чтобы от меня ушел. Так себе и запомнить. Не правда, Ваша, как бы не мой букварь, вы бы меня сроду не поймали. Эй, Бось, поймал бы! Не правда, Ваша! От меня, брат, еще никто не уходил. А я ушел. Не ушел бы. Не правда, Ваша! Пу-ты-пу-ты, неладный, заладил одно, не правда, Ваша, не правда. Не правда, Ваша, не правда. Ну, я бы весь лес прочесал бы, а нашел бы. А чего ж вы не прочесали? Что бы не прочесал? Много будешь спрашивать, язык измочал, ишь. Я б тебя по приметам нашел. Чего ж вы меня не нашли? Я тебя нашел. Не правда, Ваша, я вас витрею. Вы меня по компасу искали, и то не нашли. Что ты языком трепишь? Когда я тебя по компасу искал? А вот искали. Вы меня не видели, а я все видел. Что ж ты видел? Видел, как вы на мой след компас направляли. Так это я по компасу определялся. Чтоб машину не потерять. А тебя-то не касается. Не правда, Ваша, вы меня по компасу искали, а я вас без всякого компаса за полчаса нашел. В каком хотите лесу, хоть днем, хоть ночью. Ну, это, брат, чересчур хватили. А давайте спорим. Стану я с тобой еще спорить, молодец. Ну, давайте так испытаем. Вы мне запишите чем-нибудь в глаза, да уйдите от меня в лес. А я минут через пяток начну вас искать. Ну, и не найдешь. А вот найду. Ни почем не найдешь. Ни почем не найдешь. Найду. А ну, давай испытаем. Ни почем не найдешь. Постой, постой, постой. Что же это получается, а? Я от тебя в лес уйду, а ты от меня опять убежишь? Э-э-э, нет. Хе-хе. Парень, больно ты хитер, как я на тебя погляжу. Пойдем. А я что, уйду? Ничего я не боюсь. А больно ты много языком болтаешь. У меня от твоих разговоров голова болит. А мне больше, я и так все равно от вас уйду. Не уйдешь. А вот уйду, хоть у меня привяжите к себе. Все равно уйду. А что ж ты думаешь? Возьму, дай привяжу. Вот тогда посмотрим, как ты от меня уйдешь. У меня-то недолго. Ай, сей бог. Возьму веревку, дай привяжу. Ну, держись, пастушок. Сейчас я тебя буду привязывать. Привязывайте, дядюка, привязывайте. Только делайте узел покрепче, чтоб я не развязал. Моего узла, брат, не развяжешь. У меня двойной, морской. Ну, а теперь, брат, плохо твое дело. Не убежишь. Ну, что вам надо? Я еще здесь. Ты ж, пастушок. Алло. Ну, спишь. Это я так. Поверка лень. Когда наконец-то это кончится? Почему меня все время дергают? Зачем к моим ногам привязали какую-то веревку? Эй, водитель! Астровища! Понимаете, вдруг она как ахнет, под самыми ногами разорвалась, меня воздухом как шандарахнет, с ног сбила, я не вижу, где вверх, где низ. Выходит, дело, лежу. Ну, думаю, погиб. А смотрел я себя, смотрю, ничего не замечаю, только на шинели шесть пробоев. И что? Да, да, а в шлеме вмятина вот такая вот, скула. Да, а на правом сапоге каблук так напрочь оторвал. Да ну! Ей Бог, как бритвы срезал. Не может. Ну, не может быть, ну, гляди, не может быть, гляди. Ох, ничего. Бывает же такая тепуха? Да, собачье дело. Да. А, Вася, здорово! А, беделька, здорово! Здорово! Привет! Здорово! Ты смотри, Вася, какая у нас квартира-то, а? Ты такой квартиры ни у кого в дивизии не найдешь. Особенная. У немца отняли. Да, Вася, вот твоя койка. Я тебе ее уврал. Ну, как? Ну, мальчики, а мы нынче в резерве гуляем. Ну, чего же стоишь? Раздевайся, садись в столок у вас. Вчера я попал. Ну, что там в штабе фронта слышно? Немцы еще меры не запросили? А? Вася, может, закуришь трофейную? Бюрерскую? Шловно. Черт! Ребята, а вот когда мы под Борисовым форсировали Березину, у меня осколком поясной ремень порезало, а меня самого даже не задели. Кузьма! Слышь, Кузьма! Что, Вася, что? А где сержант Егор? Сержант Егоров сегодня дежурный. Он посты проверяет. Ходи, скоро вернется? Грозился к чаю поспеть. Что ты маешься? Пошло оно все к черту. Выпей чайку. Вась, выпей чайку, может, полегчай. Ну, что с тобой? Ты понимаешь, какая петрушка получилась? Я вам не знаю, как я буду докладывать сержанту Егорову. А что? Они выполнив приказание. Как так? Как так? Вот так. Не довез мало до штаба фронта. Шутишь? Верно говорю. Прохлопал. Убежал. Кто убежал? Кто, кто? Ваня, пастушок наш. Музыка Расскажи, казаченька, о больших делах, Как страну любимую защищал бояк. Ты смотрю, хоть молодой, да видно, что казак лихой, и грудь взяв ордена. Отвечал парнишечка, не смотри, что мал. Я вот этой шашикой славно воевал. За поля родимые, за родину любимую, отважно воевал. Слышь, парень, не знаешь, где тушает артиллерист? За поля родимые, за... Чего сидишь? А вот хочу и сидю. Давай, иди, откуда пришел. Сам иди, не твой ли? А вот мой. Как твой? А так, здесь наше подразделение стоит. Какое подразделение? Тебя не касается. Видишь, наши кони. А кто ты такой? А знаки различия, понимаешь? Понимаю. Ну так вот, гефрейтор гвардейской кавалерии. Понятно? Фух, гефрейтор. Видали мы таких гефрейторов. А вот представь себе, гефрейтор. Видал? Подумай, великое дело. Великое, не великое, а медаль. На боевые заслуги. Ну, иступай в себя, откуда пришел. Пока цел. Мне больно модничай, а то сам получишь. Вот от кого? От меня. От тебя, больно молод, брат. Не моложе твоего. А тебе сколько лет? А тебя не касается. А тебе? Четырнадцать. Чего ты? Да какой же ты солдат? Обыкновенный, в мордистской кавалерии. Толкуй, не положено. Чего не положено? Больно молод. Постарше тебя. Все равно не положено, таких не берут. А вот меня взяли. А как с тебя взяли? А вот так и взяли. И на довольствие зачистили. А как же, все что положено. Заливаю. Не имею такой привычки. А побожи. Чистая гвардейская. На все виды довольствие зачистили. На все виды. И оружие дали. А как же, все что положено. Дал мою шашечку. Знатный братец Клинок. Златоустовский. Да это что? У меня еще бурочка есть. Ну я ее только в бою надеваю. А сейчас она за мной в обозе ездит. У меня разведочка артиллерийская. Право взяли. Потом сказали, не положено. Стало быть, ты им не показался, раз они не захотели принять тебя за сына. Как это за сына? За какого? Известно за какого. За сына полка. А без этого не положено. А ты сын? Сын. Я братецу наших казачков уже второй год за сына считаюсь. Меня братец сам мэр Вознесенский на свою фамилию записал. Так что я теперь и называюсь. Квардеги Фрейтер Вознесенский. Стало быть, я им не показался. Стало быть, не показался. Ну все это виноват капитан Иннакиев. Не знаешь брат, кто там виноват? Может и Иннакиев. Ну а теперь давай, вступай брат, откуда пришел. Скажи, кто над капитаном Иннакиевым самый главный начальник? Давай, давай, проходи. Прощай брат. Прощай. А ну хлопец от одет калитки. Здесь посторонним стоять не положено. А я не посторонний. А какой же ты? Я свой. Какой свой? Советский. Мало что советский, говорю не положено. А здесь дяденька штаб? А чтоб не было. Мне к начальнику надо. К какому тебе начальнику? К самому главному. Ничего не знаю, проходи. Пустите дяденька, ну что вам стоит? Кому говорю, отойди от калитки. Не положено, вот и весь сказ. Пусь о. Попали. Лошадь. Дяденька, разрешите обратиться. Ну что ж, обратись. Дяденька, вы начальник? Да, командир, а что? А над кем вы командир? Ну над батареей командир, над солдатами своими командир. А над капитанами вы тоже командир? Нет, вот над капитанами я не командир. У-у-у, а я думал вы над капитанами командир. А для чего это тебе? Если он и капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо тяньку такого командира, чтобы он мог сразу всем капитанам приказать. Погоди, а что же то надо всем капитанам приказывать? Это интересно. Всем капитанам не надо приказывать, одному только надо. Кому же это именно? Геннадию капитану. Как? Как ты сказал? Геннадию. Так что же это за капитан такой, а? Он над разведчиками командует. Он у них самый старший. Над какими разведчиками? Известно над какими, над артиллерийскими. У дяденька сердето их же капитан, прям беда. Он приказал меня в тело отвезти и коменданту сдать. Меня разведчики как родного сына приняли. Я им очень показался, верно говорю. Они меня все жалели, потому что я им очень всем показался. Но только они ничего не могли поделать против капитана Инакиева. Что ж, выходит, дело ты всем показался, а вот только одному капитану Инакиеву не показался. Да, дяденька, всем показался, а капитану Инакиеву не показался. Он меня даже ни разу не видел. Разве можно судить человека, не видевши его? Каб он на меня разок посмотрел, может я ему тоже показался. Постой, постой, а звать-то тебя как? Ваня. Просто Ваня? Ваня Шолнцев. Пастушок. Верно. А вы почем знаете? Ну я, брат, все знаю, что у капитана Инакиева на батарее творится. Да, скажи-ка, друг мой любезный, каким же это образом ты попал сюда, если капитан Инакиев приказал отвезти тебя в тыл? А я убежал. Ах, вот как. И как же ты убежал? Взял, да и убежал. Так сразу взял и сразу убежал? Нет, не сразу. Я два раза от него убегал. Сначала я убежал, да он меня нашел. А уж потом я так убежал, что он меня и не нашел. Кто это он? Дяденька Беденко. Ефретов. Разведчик ихний. Очень хороший дяденька. Может, знаете его? Слыхал, слыхал. Ну только мне что-то не верится, чтоб ты убежал от Беденко. По-моему, ты голый тут что-то сочиняешь, а? Никак нет, истина и правда. Слыхал, Соболев? Так точно слыхал. Ну и что ж ты скажешь? Может это быть, чтоб мальчонка убежал от Беденко? Да никогда в жизни. От Беденко взрослый это не убежит, а не то, что это пистолет. Это он, извините за такое выражение, мама загибает. С места не сойти. Он меня веревкой привязал, а я его обдурил. Ай, ты беденка! Ай, ты беденка! Ай, ты беденка! А ну, Вася, расскажи еще раз, как ты доктора за ногу тащил. Да не стесняйся, Вася, рассказывай! Уйди ты как беденка! Да! Мирно! Товарищ гвардий капитан, блиндаж команды разведчиков взвода управления верены вам батареи. Команда находится в резерве, люди отдыхают. Во время дежурства никаких происшествий не случилось. Дежурный гвардии фрейтор Беденко! Здравствуйте, артиллеристы! Здравствуйте, артиллеристы! Здравствуйте, артиллеристы! Стало быть, никаких происшествий не случилось. Что же умолчить? Разрешите доложить? Нет. Можете не докладывать. Известно? Хороший у меня разведчик, которого мальчишка вокруг пальца обвел. Сержанту Егорову докладывали? Так точно докладываю. Ну? Четыре наряда вне очереди. Мало. Доложите, что я приказываю от себя еще два наряда добавить, итого шесть. Есть итого шесть. Вольно! Вольно! Садитесь, Орлы! Отдыхайте! Сдыхал я, что вы мужички хозяйственные. И будто завелся у вас какой-то необыкновенный пензенской самос... Пожалуйста, товарищ гвардий капитан! Лучше моего попробовать, товарищ капитан! Мой малость послабее! Да нет, товарищ капитан! Лучше моего! Мой сможживей! Товарищ капитан, закуривайте лучше сигару! Трофейное, бюргерское! Закурить мое! Богато живете, богато! Да, ты импиденко напрасно мне свой кесет подставляешь. Я-то его все равно не возьму. Накуришься еще твоего табачку, а потом чего доброго, гляди, проспишься на свете. Он от своей махорки в машине заснул и мальчонку прошляпит! Вот я про то и намекаю. Товарищ гвардий капитан, как бы он был обыкновенный мальчик, то ведь это не мальчик, а настоящий чертенок! А что, верно, хороший малый? Как он вам, братцы, показался? Да, самостоятельный паренек. Мы бы из него знаменитого разведчика сделали. Да, видно, не судьба. Жалко? Да нет, жалко не жалко. Он, конечно, и в тылу не попадет, а сказать по правде жалко. У него душа настоящая, воинская. Ему в армии самое место, товарищ гвардий капитан. Ну, а вы, ребята, что молчите? Как вам показался мальчик? Ходящий паренек. Одно слово пастушок. Парень хоть куда! Правильно, товарищ гвардий капитан? А не сочиняет. Конечно. Ну, что вы, товарищ гвардий капитан. Ну, ладно. Только знайте, что он для вас не игрушка, а живая душа. Эй, Соболев! Давай сюда мальчонку. Иди, иди, Иванюша, не бойся. Ну, получите вашего пастушка. Ванюша! Пастушок, друг сердечный! А ну-ка! Иди сюда, парень, закладывай. СМЕХ Откуда ты взялся? Где тебя черти носили? Посрамил меня на всю дивизию. Чучело из меня сделал. Где тебя капитан Янакин нашел? Который капитан Янакин? А тот самый, который тебя привез к нам, а? Так разве это он был капитан Янакиев? Он самый. Эх, дяденька, неправда ваша. Правда, правда, пастушок. Батяшки, куда? Стой, 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 стой. Нет, братик, это ты без нас никуда. Стало быть, я у вас жить буду? Стало быть, у нас будет. А в разведку меня, дяденька, возьмете? И что? Возьмем, возьмем. Я здесь вокруг каждое болото, каждый кустик, я дяденька маленький, я вас так проведу, что даже ни один немец не заметит. Возьмем, возьмем. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слышь, Вась? Ну? А что к его там немцы захватили? А ты не каркай. Чем зря языком болтать, лучше наблюдай. Силько! Да-да-да, стало быть, скоро и пастушок появится. А ты каркал. Балуется парень, хочет поближе подобраться. Дима, покричь еще. Кричи, не кричи. Дело ясное. Вот что, Василий. Ну, ты пойдешь обратно в часть, а я останусь здесь. А после шок я буду улучшать. Так как же я вернусь без пастушка? Не говори, Вася. Батарея ждет наших данных. Кузьма. Исполняю. Счастливо, Кузьма. Счастливо, Василий. Кто вам разрешил взять мальчонку в разведку? Кто? Я вас спрашиваю, гвартия, сержант Егоров. Разрешите доложить, товарищ? Имейте в виду, если с мальчонкой что-нибудь случится, я с вас голову поснимаю. Я вас в от суд военного трибунала отдам. Я вас... Чего рисунки? Я не понимаю, про что вы меня спрашиваете. Подойди-ка поближе. Не бойся, я тебя не джу. Кому принадлежит вот эта книга? Чего принадлежит? Чего вы мне говорите, я не понимаю. Чья эта книга? Букварь-то. Да, букварь. Чей он? Мой. А кто на нем рисовал? Чего это рисовал? Эй, мальчик, ты не прикидывайся, кто делал эту схему? Которую схему? Вот эту. Я не знаю никакой вашей схемы. Я коня потерял, дни и ночи мотался. Дяденька, спустите меня, что я вам сделала? Иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Вот это кто рисовал? Кто это рисовал? Дяденька, не види меня. Не види, не види. Пить. Пить. Грабички. 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 КОНЕЦ 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 ПУСТИТЕ МЕНЯ! КОНЕЦ 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 Ваня! Мастуша! Ванюша! Дядя Горбунов! Эх! Жив! Ух ты, родной мой! Мастуша! Астушок, будь ты неладный, жив, а я думал ты вовсе пропал, друг ты мой сердечный. Два шага вперед, шагааааам! Молодец, красновей Солнцев! Мужу Советскому Союзу! Астушок, то есть виноват, красноармейц Солнцев, вас вызывает командир батареи. Живо отправляется, ну! Есть! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! КОНЕЦ Что у тебя, повылазилось что ли? Это у тебя повылазило. Смотреть надо, когда ходишь, а не щей наворачивать. Фу, черт, да это ты! А это ты! Я! И я, я! Здорово! Здорово! Гляди, какой стал! А ты говорил, что я им не показался. Стало быть, показался? Еще как показался. Видал сапожки? Геройские сапожки. У меня тут времени с тобой нет растобаривать. Меня сам капитан Инакиев к себе вызывает. Во как! Ну, прощай, брат. Прощай. А вот где-нибудь увидимся. Артиллерия, не промахнись! Кавалерия, не спотнись! Здрасте, дяденька! Здрасте, дяденька! Здрасте! Кавалерия! Комендарь! Кавалерия, не спотнись! Да! А ты разве солдат? А как же, прикалом даже прошел. Вещевое удовольствие нынче получил. Новенькое, на красоту. Не вижу. Чего ж вы не видите, дяденька? Вот же оно в своем бундировании. Шинелька, сапожки, погоны. А поглядите, какие пушки на погонах, видите? Пушки на погонах вижу. А вот солдата не вижу. Так я же и есть самый солдат. Нет, друг мой, ты не солдат. Разве так солдат является к своему командиру? Стать! Отставить, явись соездного. Разрешите войти? Да, да, войдите. Товарищ капитан, по вашему приказанию явился красноармеец Солнцев. Вот это другой табак. Здравствуйте, красноармеец Солнцев. Здравия желаю, товарищ капитан. А теперь я вижу, что ты настоящий солдат, Ванюша. Садись, давай потолкуем. Соболев, чай готов? Так точно, готов. Наливает два стакана для меня и вот, для красноармееца Солнцева. А то он подумает, что мы живем хуже, чем его разведчики. Верно, Соболев? Это уже как водится. Ну, говори, пастушок, у кого лучше, у нас или разведчикам? У вас богач, товарищ капитан. А ты хитрый, Ванюша. Своих в обиду не даешь? Это хорошо. Верно, Соболев, не дает своих в обиду. Точно? Раз солдат своих в обид даст? Да. Ну, ладно. Соболев, можешь быть свободен. Есть. Да, какие-то дела, Ванюша. Что мне с тобой дальше делать? Вот в чем вопрос. Виноват, товарищ капитан. Честно, батарецка больше не повторится. Что не повторит? Что явился не как положено. А, да, брат. Явился ты, надо прямо сказать, неважно. Отвратительно явился. Но это дело поправимое, научишься. Да ты чего стоишь-то? Садись. Я же с тобой не по службе разговариваю, а по семейному. Ну, кушай. Кушай, Ванюша. Так вот я и говорю. Что мне с тобой делать? Ведь ты хоть еще и небольшой, но и все же человек, живая душа. Где жизнь только что начинается. Тут никак нельзя промахнуться. А? Ну так как же, Ванюша, а? Как вы прикажете? Да мне приказать-то не долго. Ну, я хочу знать, как ты сам решил. Что уж решать? Я уж решил. Что ж ты решил? Буду у вас артиллеристом. Да. Да. Это вопрос серьезный. Вот тут не худо бы с твоими родителями посоветоваться. Ванюша. Ведь, кажется, у тебя никого не осталось. Никого. Никого больше нет. Всех родных немцев убили. Никого-то, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну, а уж красивый. Ну, и ты сам себе голова. Сам себе голова, товарищ капитан. Вот я тоже сам себе голова Ну ничего, одна голова хорошо, а две еще лучше, верно, Ванюш Вот, брат, какие-то дела А вот у меня, знаешь, тоже семья была Сын был, с Сережей звали Правда, моложе тебя, но хороший парнишка был Вот он, Ваня, какой Соболев Сходи к разведчику и принеси мне вещи к расторметь солнцу Ну ладно, Ванюш Рано тебе еще в разведку ходить Уйдешь в орудийный расчет шестым номером Есть, товарищ капитан Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, ну как, жив? Жив, дядя Беденко Вот, хорошо Вот, глядите, дядя Беденко Ох, какое завзятый ерундеец-то, а Вот, трепал все, смотри Вымазал все, срам на тебя смотрел Я-то не виноват, дядя Беденко И на раз, не раздевавшись, приходится ночевать Возле орудия, прямо на земле Возле орудия, небось ты в нас чище ходил, а? Все-таки надо аккуратнее носить Казен и обмадировать, а? Вы сами-то извозились, как дяденька Почище, чем я Извозились? Да, братец, ты мой троих суток на пузе ползал Дяде Горбунову, в Германии В самой Германии? Угу Честно, батарист Верно говорю Эй, дяденька, неправда ваша Ух ты, ну ладно, неправда, неправда Сказал был, значит был А где ждать Горбунову? В госпитале В госпитале? Ранен Ранен? Эх, жалко, что я с вами не был О, бы там я им дал в Германию Ну, ладно Ложи спать Ложи спать Мы прям свидимся Говорите, в районе Цели номер восемь заметили скопление противника? Так точно, товарищ гвардии, капитан А вы лично видели? С собственными глазами Да Выходит немец готовиться к атаке Ясное дело, товарищ гвардии А поздно нынче святает, а? Что же вы хотите? Осень? Да Поздний осень Врачи улетели, лес обнажился, водя пустели А? Красиво написано Да Ну, давайте напомним Есть Товарищ гвардии, капитан Ну, как мальчик? Мальчик, ничего, товарищ гвардии, капитан Работает? Толково снимает колпачки, без задержки Прикажете поднимать орудийный расчет? Нет, 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 пусть отдыхает Нынче им будет много работы Да, снаряды привезли? Привезли А связь как, в порядке? В порядке Проверьте слышимость и доложите Есть А вы знаете, Василий Иванович Я хочу его усыновить Как вы думаете, а? Да, по-моему Хорошее вы дело задумали, Дмитрий Петрович Очень хорошее Что же, человек я в конечном счете Ведь тоже одинок Дмитрий Петрович А тут Чонки Лев диризиона Аппарат Шестой слушает Да Нет, у меня все спокойно, товарищ третий Сажают огурцы в район огорода Так Так Атакует Большими силами Есть Понятно, сейчас открываю Есть Батарея к бою Батарея к бою Батарея к бою Батарея к бою Насчет к орудию Насчет к орудию Насчет к орудию О, держись, Германия Огонь Дядя Ковалев, дайте я тоже один раз больну по Германии Огонь Давай, сынок, поли На, паршивая, получай У нас к телефону, командир полка Шестой слушает Да Да, понятно Понятно Старшина батарея к телефону Соря, соря Не ляду к телефону, быстро Понятно, товарищ первый Есть, сейчас перебрасываю Девятый, слушай Прорвались танки Не теряя ни секунды Первому взводу Снятся с позиции И передвинутся вперед Так, высоте 59,3 Ясно? К второму взводу везти огонь Да Давай быстрей Быстрей давай Дедых Огонь к второму взводу ведете вы Соболев Со мной Огонь к второму взводу ведете вы Один Два Три Четыре Пять Можно открывать огонь Шесть Семь Восемь Правы на нас Отпустим ближе Батареи к бою Бою По танкам Канатой Ветел 12 Так, и ты здесь Что ты здесь делаешь? Часы номер при первом орудии Товарищ гвардный капитан Ты с ума сошел? Разве ты не понимаешь, что у нас идут танки? Турачок, тебя же убьют здесь Сейчас же уходи отсюда Куда? Назад на батарею В штаб дивизиону В штаб полка, куда хочешь Никак нет Что? Никак нет Я тебе приказываю, слышишь? Никак нет Гвардии Гвардий, красноармеец Солнцев Я, товарищ гвардий, капитан Немедленно доставьте это донесение В штаб Командира полка Понятно? Так точно Повторите Приказно немедленно Доставить пакет на командный пункт Командиру полка Правильно Ступайте Ну что же ты, ну? Выполняй, сынок Зарядить! 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 Стой! Шестой! Я вас плохо слышу Говорите громче Что? Товарищ полковник Разрешите доложить Есть Есть У комбата Иннакиева подбито первое орудие Расчет уничтожен Командир 2-го дивизиона Волга Волга Волга! Говорит первый Волга на проводе, товарищ Товарищ полковник Разрешите доложить Немедленно четвертую, шестую батарею перебросить На высоту 59-3 Товарищ полковник Разрешите доложить Да Да-да Уничтожить на правом фланге Прорвавшие из танки противника Выполняйте Комбат Иннакиева А ну Анюта Шестого Шестого дай мне Да шестого Отвечает шестой, товарищ полковник Командир третьего Анюта Каму Кама Кама Говорит первый Первый говорит Кама на проводе, товарищ полковник Каму Каму Сергей Звук Сергей Звук Прорыв Серд록 Каму Зац하 Музыка Прорыв Процесса Куда? На передовую! А ты куда? Идём в прорыв! Ух, сейчас зарубанём! Дай Бог! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пойдёмте! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До свидания! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok